Я родился нескладным и длинным. В одну из душных ночей грибные июньские ливни звенели, как связки ключей. В июне 1932 года в алтайском селе Косиха появился на свет один из самых выдающихся поэтов советской эпохи – Роберт Рождественский. Будущий поэт провел на Алтае всего два месяца своей жизни, но о малой родине всегда вспоминал с теплотой. Первое стихотворение написал в 9 лет. Оно было опубликовано в газете «Омская правда» в июле 1941. Позже, наряду с Вознесенским, Евтушенко, другими, Рождественский стал ярким представителем поэтов-шестидесятников. По-настоящему всенародную любовь получил благодаря текстам песен, чего стоят «Мгновения», «Погоня», «Мы, дети галактики» и другие. В 2018 году на его малой родине в алтайском селе Косиха появился памятник поэту. Певцу любви, любовь, награда. В июне 1999 года в Барнауле торжественно открыли памятник величайшему, по мнению многих, русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Памятник установили в честь 200-летия со дня рождения поэта. Произошло это, что закономерно в сквере на улице Пушкина. Времена были непростые, так что памятник делали, что называется, всем миром. Предприятия города помогали оборудованием, а простые жители – деньгами. Сегодня в сквере проходит вручение городской литературной пушкинской премии. Кстати, тоже в июне, но 1899 года улицу Иркутскую переименовали как раз в улицу Пушкина. В июне 2018 года Барнаул оказался в эпицентре одного из самых сильных за свою историю штормов. Позже специалисты пояснили, это было довольно редкое природное явление под названием «шкваловый ворот». Ветер ломал конструкции, вырывал с корнем деревья. Не обошлось и без жертв. Один из порывов опрокинул башенный кран. Его машинист погиб.